Айо всем белка, с вами Катя Бельщик и сегодня у нас новый выпуск не глядя. Вы просили, а я делаю. Сегодня у нас Пепси и Кола. Сегодня мы выясним, что же вкуснее, Кока-Кола или Пепси-Кола. Ученые утверждают, что человек не в состоянии отличить эти напитки по запаху, цвету или вкусу. Что все определяет сила бренда и мы выбираем, потому что нам нравится вот этот напиток или это. Давайте же все это и проверим. Здравствуйте. И начинаем. Первый критерий. Это цена. Волшебный ценник, сегодня я его сохранила. Все-таки это чек называется, да. Надо выучить. Пепси у нас стоит 40 рублей 90 копеек. Кока-Кола стоит 36 рублей 90 копеек. То есть разница 5 рублей. По цене у нас выигрывает Кола. Определенно. Следующий критерий объем или вес. Но, к сожалению, они абсолютно идентичны. И сравнивать нам тут нечего. Баллы мы здесь никому не присуждаем. Удивительно, но когда я покупала в магазине эти напитки, я не смогла найти Кока-Колу в привычной нам банке. Кока-Кола, Спрайт, Фанта. Все вот в таких вытянутых банках 0,33. Напишите, пожалуйста, в комментарии, есть ли еще в вашем городе классические банки. Мне безумно интересно. Внешний вид банок тоже сложно оценить, потому что все это безумно субъективно. Кому-то больше нравится классическая такая Пепси, кому-то Кола. Поэтому давайте уже быстрее перейдем к самому главному, к закрытому тестированию. К сожалению, у меня в доме ничего не нашлось одинаково, кроме этих потрясающих фужеров. Поэтому я сегодня как лакшери бич буду пить из них. О, Боже. О, Речка-Речушенька полилась. Ну что, я выгляжу как лакшери бич уже? Ученые утверждают, что по запаху невозможно отличить эти напитки. Ну, попробую. Для чистоты эксперимента мы вообще с закрытыми глазами это. Ой, прям праздник к нам пришел. Блин, вообще идентичный. Вот серьезно. Абсолютно идентично. Вообще ничем не отличается. Все. Тут они правы. Интересный факт, что каждую секунду в мире выпивается 8000 стаканов Кока-Колы. Ну что, станем 8000 первыми? Хотя, может, это Пепси? Погнали. Ой. Кустотень. Все. Да е-мое. Это нереально. Это вообще нереально отличить. Серьезно. Все. С закрытыми глазами. Отличить-то вообще нереально. Вообще нереально. Боже мой. Так, все. Последний раз пробую, потому что... Эти напитки абсолютно одинаковые по сахару. По степени газированности. Вообще по всему. Я серьезно не могу отличить. Я думала, что мне будет просто. Мне казалось, что Пепси, она слаще. Ну, нифига подобного. Я сейчас вот чисто на свою интуицию буду полагаться. Я не знаю. Ну, чисто гипотетически. Вот это чуть более сладкое, что ли, показалось. Это будет Пепси. Это будет Кола. Можно я открою? Я не знаю. Да е-мое. Да блин. Крабик не будет плясать. Теперь он будет грустный. Что за фигня? А ученые-то правы были. Серьезно. Это вообще нереально отличить. Ну, что сказать, друзья. Напитки, вправду, оказались абсолютно одинаковыми по вкусу, по цвету, даже по запаху. Поэтому, что пить решать вам. В нашем батле побеждают Кока-Кола, но чисто из-за цены. Потому что все остальное абсолютно равное. Но, может быть, у вас, например, Пепси дешевле и в вашем батле победила его Пепси. Действительно, правда, что ваш выбор определяет только сила бренда. Потому что у меня многих знакомых говорят, что Пепси вкуснее. Кто-то, наоборот, говорит, что Кола вкуснее. Но по факту это все абсолютно одинаково. Да, Бонь? Мне даже стало интересно. А есть ли разница в других напитках? Фанта и Спрайт? Фанта и Меринда? Пишите в комментариях хэштеги. Спрайт 7-Up или Фанта Меринда. В конце мы посчитаем, кого больше. И то видео выйдет следующим. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем белка! Бонь! Бонь, извини, пожалуйста, Бонь. Ты не подскажешь? Ты бы кого хотелось... А, все, я поняла. Бонь, выбери, пожалуйста, баночку. Бонь. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники. Пум. Бонь. Ну, кого следующим-то будем? Выбирай. Придется выбирать вам. Смотрите предыдущие выпуски здесь и здесь. А чтобы подписаться на канал, жмите вот на этот кружок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова